издательство бомбора океан книг игорь рызов ведущий эксперт по переговорам алексей пашин хватит мне звонить правило успешных переговоров в мессенджерах и социальных сетях читает александр шаронов предисловие хватит мне звонить эту фразу можно услышать от каждого у кого есть телефон просто подумайте сколько звонков мы получаем от банков центров красоты страховых компаний театральных касс и прочих в борьбе за клиента они буквально заваливают нас своими очень выгодными предложениями звонят и люди и роботы со стационарных и мобильных номеров при этом прибегают к разным трюкам и уловкам чтобы получить доступ к телу один из нас однажды посчитал за день получил 18 звонков нечистые на руку дельцы торгуют нашими персональными данными и все это приводит к тому что мобильные операторы стали вводить сервисы по блокировки таких звонков а мы с вами научились не брать трубку с незнакомых номеров и в этот момент произошла революция в продажах да уважаемые читатели именно революция и тот кто не понимает что эра продаж в мессенджерах наступила тот остался далеко в прошлом и без продаж ну и хорошо пусть витает в облаках и думает что все это ерунда и надо продавать голосом мы же с вами ворвемся в новую эру коммуникации признаемся на самом деле это эра началась еще лет 15 назад мы тогда занимались продажей спиртных напитков и уже активно использовали в общении с клиентами вошедшую в обиход айси кью и модный скайп многие клиенты были рады тому что не надо тратить время на звонки и вопросы решаются за секунды также должны ответить на частые возражения от противников переписки что мол это может работать для продаж мелких и розничных а для крупных продаж нет скажем так вы просто не умеете их готовить работает и даже очень все люди и все ценят время и всех утомили звонки во время карантина мы столкнулись с проблемой люди оставляли нам заявки но дозвониться им в ответ мы не могли что делать как быть конечно же уйти в мессенджер наши усилия дали результат продажи стали расти мы сделали много ошибок и многое исправили в технологиях ведь переговоры в мессенджерах и по телефону это не одно и то же и в эту книгу вошли только те методы которые были проверены сотрудниками академии переговоров игоря рызова также вы найдете в книге множество примеров и так как книга написана двумя авторами игорем рызовым и алексеем пашиным для удобства слушателей мы будем помечать чей пример приводится сразу хотим разочаровать любителей скриптов и шаблонов в этой книге их нет в книге есть методы и приемы применив которые вы сможете сделать так чтобы у вас покупали и вас рекомендовали фразы которые мы приводим как пример стоит переводить на свой язык и не использовать бездумно а все-таки воспринимать их как методы ну что уважаемые слушатели меньше слов и больше дела в путь глава 1 7 принципов переписки давайте поговорим о том когда пора обратиться к клиенту в мессенджерах и существует ли какие-то правила или принципы переписки и начнем мы с того когда нужно писать клиенту первое когда мы пишем текстом когда запрос к нам пришел в виде текста например через чат на сайте или через какую-то форму или же клиент сам пишет в директ например в таких соц сетях как фейсбук или инстаграм раз запрос получаем виде текста значит и отвечаем в виде текста ведь у клиента наши деньги клиент хочет чтобы мы ему ответили в виде текста значит так и делаем если же тестовая заявка содержит запрос на звонок значит перезваниваем здесь все просто 2 клиент ждет информацию но не отвечает на звонки в нашей практике довольно часто бывало что мы договаривались с клиентом что подготовим для него информацию а а потом вышлем для ознакомления. Зачастую мы находили нужные сведения, отправляли на рассмотрение, а затем, выждав пару дней, начинали звонить. Звоним раз, два, три, не отвечают. Как же так, мы же договаривались, проносилось в наших головах. Но мы настойчивы, пишем в WhatsApp, например, и видим, что именно здесь информация просмотрена и клиент оперативно отвечает. И действительно, молчание при попытке дозвониться может иметь место по разным причинам. Если мы работаем с бизнесом, с руководителем, он может быть занят, у него одно освещание, другое, планерки, командировки и так далее. Он не всегда может отвечать на телефон, потом забыл, отвлекся, в конце концов, не отвечает на звонки с незнакомых номеров, а когда пишешь в WhatsApp, он, когда будет время, всегда просмотрит. Некоторые руководители с удовольствием это делают как раз на совещаниях, умножая эффективность. Мол, что время зря терять? Отвечу на сообщения, делом займусь. Мы и сами знаем по себе, что не всегда отвечаем на некоторые звонки, но когда в WhatsApp возникают на иконке красные цифры с неотвеченными сообщениями, так и хочется их просмотреть. Вот мы их, когда выдаётся минутка, и смотрим. Недавно готовились к форуму «Диктатор, лидер-менеджер, три стиля управления». И управляющему проектом было дано задание связаться с директором компании, которая могла стать информационным партнёром. Проходит два дня, отчитывается. Андрей Петрович на звонки не отвечает, дозвониться не могу. Резонный вопрос. А в мессенджер пытались написать? Немая пауза. Анекдот в тему. Поймал мужик золотую рыбку. Ну, три желания, как обычно. Мужик к себе огромные уши заказал, нос длинный и ещё что-то. В общем, развлекался как мог. Потратил желания на всякую ерунду. Рыбка его спрашивает. Чувак, а что ты богатства не попросил, вечную жизнь и прочее? А что, так можно было? Третье. Иногда есть ощущение, что мы клиента уже достали своими звонками. Пусть даже диалог складывается. Пусть даже клиент лояльный и общение идёт легко. Но если вы по любому поводу звоните клиенту, оплачен ли счёт, выставлены ли документы, прошла ли отгрузка, есть риск показаться слишком навязчивым и утомить клиента. До этого не стоит доводить. Технические вопросы можно выяснить в переписке, приберегая право на телефонный разговор или встречу для ключевых моментов сделки. Если же чувствуете, что уже надоели, переходите в переписку. И вообще, друзья, когда мы начинаем продажу по телефону и чувствуем, что в телефонном разговоре диалог не клеится, можно предложить клиенту перейти в переписку. Сейчас всё больше людей, которые не любят телефонные переговоры, а информацию в мессенджерах воспринимают с удовольствием. И часто бывает, что менеджеры по продажам, переводя бесперспективный, казалось бы, телефонный перезвон, письменный диалог, завершают продажу успешно именно в переписке. Четвёртое. Нет реакции на мейл? Да. Многие клиенты всё ещё просят отправлять информацию на электронную почту. Мы исполняем волю клиента, отсылаем письмо, а реакции не получаем. Мы второй раз пишем. Снова реакции нет. И вот тогда пишем в мессенджер. Надо понимать, что процент открытия писем постоянно снижается. Из года в год он всё меньше и меньше. Сейчас клиенты читают, по данным исследовательских компаний, всего 10-15% полученных почтовых сообщений, поэтому часто люди просят отправить информацию на мейл по привычке, а сами его не смотрят. Имеем это в виду. Нет реакции на мейл? Пишем в мессенджер. Пятое. Не можем вообще дозвониться. Приходит, например, к нам заявка, есть номер телефона, и нам нужно что-то уточнить у клиента. Мы звоним, 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 не поднимается трубка. Не можем дозвониться. Поэтому пишем в мессенджер. Объясняем, что дозвониться не можем. Как это делать и как в такие диалоги входить, обсудим позже.